Над новым романом Алексей Алексеевич работал больше двух лет, перечитал все исторические книги, где рассказывается о Турецкой войне и Самарском знамени. Герой романа, молодой журналист, попадает на войну и становится очевидцем событий тех лет. В этом произведении много личного, признается автор. Прадед писателя Иван Солоницын был на той войне и погиб в бою за ошибку, а вдохновением для любовной истории в романе послужила переписка старшего брата писателя, знаменитого актера Анатолия Солоницына с болгарской актрисой Албеной. Эти письма послужили мне тоже основой какой-то части романа, когда между ними идет переписка, она становится санитаркой в нашем военном госпитале. Болгарское восстание началось в 1876 году. Болгары, находившиеся под турецким игом, решили освободиться из-под гнета. Россия выступила в поддержку братьев-славян. Особое место в книге отведено истории военных действий и символу мира и дружбы – Самарскому знамени, вышитому монахинями Иверского монастыря, которое Петр Алабин передал знаменной роте болгарского ополчения. Болгары сражались с ним в битвах за Старозагору, Новозагору и Шибку. Роман получился гдать, получился очень современным. Да это вообще вечная тема, по-моему, потому что эти движения души, этот порыв, эта устремленность человека к чему-то высшему, горнему, когда евангельский завет нет больше той любви, чем положить душу свою за други свои, он в русском сердце является основополагающим. Он и движет нашими духовными силами, и потому русский народ непобедим. Роман самарского писателя опубликован в журнале «Русское эхо». Автор планирует в следующем году издать его отдельной книгой. Алексей Алексеевич мечтает, что когда-нибудь его книгу прочтут и в Болгарии. Коль голос мне Бог Господом дан, чтобы слово мое прозвучало, как прадеда Парабан. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События.